Ницкий округ готовится к массовой вакцинации против гриппа. Кому необходимо сделать прививку, узнаем прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях исполняющая обязанности, заведующая взрослой поликлиникой Любовь Балуцкая и врач-педиатр Виктор Третьяков. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Любовь, вопрос к вам. Насколько я знаю, раньше вакцинацию делали позже. Почему такая необходимость сделать ее раньше? Вообще в этом году вакцинация начинается вовремя. Чем раньше, август месяц, самое время, тем лучше. Люди возвращаются из отпусков, они отдохнувшие, у них максимальный резерв организма. Сейчас нет вспышки ОРЗ, что люди должны прививаться здоровыми. Сейчас делать вакцинацию самое время прививаться. Сколько действует эта прививка? Да. Прививка от гриппа делается ежегодно. Она действует в течение года. Она каждый год немножко разная. То есть она актуальна по штаммам гриппа, которые будут циркулировать в этом году. Виктор, а детям так же делается и со скольки лет? Ну, детям делается не со скольки лет, а с шести месяцев. И желательно их прививать. Это как раз информация для бабушек, дедушек, мам и пап и других родственников. Что все противопрививочные меры, которые где-то пропагандируются в наших сетях и в других средствах массовой информации, они достаточно, скажем так, неубедительны и чужеродны для доказательной медицины, которая сейчас пропагандируется во всем мире. Поэтому желательно все-таки детей прививать. По крайней мере, мы что-то сможем сформировать по иммунитету с учетом последних ситуаций с ковидом и со всеми другими инфекциями. Есть ли противопоказания? Противопоказания это в основном острый период или какие-то органические поражения. Но здесь уже решает индивидуально врач во время осмотра ребенка перед прививкой, который проводится, соответственно, каждый раз перед каждой прививкой. Кому необходимо сделать вакцинацию? Есть ли люди, которым нельзя ее делать? Есть люди. Это люди с острыми респираторными инфекциями, те, которые температурят до 37 и выше. Это люди с обострениями хронических заболеваний, им тоже противопоказаны. Это люди с онкологическими заболеваниями, длительность которых в ремиссии менее 5 лет, им противопоказана при вакцинации против гриппа. А вот эта прививка, она защитит от коронавируса? Нет, эта прививка содержит в себе гемоглютининный грипп H1N1, H1N3 и гриппа B. Знаю, что действительно ли вакцинация от гриппа эффективна только если 50% жителей региона сделает ее? Вакцинация от гриппа эффективна человеку, который сделал. Это раз. И чем больше людей привьется, тем меньше вирус гриппа будет циркулировать в популяции. То есть вы когда прививаетесь, вы защищаете не только себя, но и окружающих. То есть у вас не будет гриппа, вы сконтактируете с пожилым человеком, здоровым, он тоже будет здоров. И если вы не вакцинировались и являетесь носителем гриппа, и больной куда-то пойдете, сконтактируете с человеком с высоким риском, вы рискуете заразить его. Для него это могут быть, если вы здоровы, то для человека пожилого, для человека с хроническими заболеваниями, последствия могут быть достаточно серьезные. Где можно сделать прививку? Прививку можно сделать взрослым во взрослой полигринике. Ненецкая окружная больница. На втором этаже у нас есть кабинет прививочный. Там можно сделать прививку против гриппа. Кабинет будет работать ежедневно с 8 утра и до 6 часов вечера. Направления не надо никакого, да? То есть человек приходит, говорит, мне надо сделать прививку от гриппа и ему ставят. Да, ему сделают прививку. В прививочном кабинете там его осмотрит медицинская сестра и сделает прививку. Также будут выезды в организации, к декретированному контингенту, медицинским работникам, работникам социальной сферы, транспорта, образования. То есть те, кто работает с людьми непосредственно? Да, к ним будут организованы выезды в организации. Туда выйдет прививочная бригада и приведет их на месте, на рабочем. А детям? Детям это будет производиться, если они посещают детские сады и школы, то, соответственно, в образовательных учреждениях. Это уже программа запущена. Непосредственно у нас прививочный кабинет сформирован так, чтобы не пересекались никакие потоки ни с больными детьми, ни с взрослым населением, так как в свете последних событий наша детская поликлиника сейчас находится в административном корпусе. Поэтому здесь у меня большая просьба заключается в том, что надо работать с участковой службой. То есть участковые медсестры, участковые врачи. То есть специально будет создана запись, чтобы нигде не пересекалось и не было скучности населения. И в соответственном процедурном, в специально оборудованном кабинете, изолированном, еще раз повторяю, будет проводиться специально инактивированное. То есть если все боятся живых вакцин, то в данном случае это не живая вакцина. Это наше российское. Да. Единственное, что мы каждый день не можем себе позволить такую роскошь, особенно дети, это наше богатство, что мы прививаем их, когда они захотят. То есть это будет сформирована специальная запись. Ответственная будет, соответственно, участковая служба. То есть в частности участковые медсестры, которые будут обзванивать детей, говорить, что им необходимо это все. И это будет проводиться три раза в неделю. То есть это вторник, четверг нам дается возможность привить. И дополнительный день у нас будет выделен с 9 утра до 13.30. Это суббота. Но участковая служба, то есть пусть мамы, папы, бабушки и дедушки берут телефоны, либо же сами звонят, потому что в большинстве случаев все телефоны личные и медсестеры врачей есть у населения. И либо мы им скажем, когда их запишут. И все это будет у нас строго по времени, чтобы нигде никто не пересекался. Есть ли какие-то побочные эффекты у прививки? Ну, в детском населении это как обычное, скажем так, дети существо, скажем так, растущее. И здесь они еще формируют иммунитет. И в большинстве случаев побочных эффектов не бывает. Но 100% гарантий никто не дает. То есть бывают какие-то нюансы, бывают какие-то минимумы. То есть 100% никакая прививка не, скажем так, не может быть гарантирована никем. Поэтому и существуют осмотры врача перед профпрививкой. Измеряется температура, смотрятся жизненно важные органы, спрашиваются жалобы, работа с родителями. И в дальнейшем уже делается вывод, либо мы делаем прививку, или не делаем прививку. И в данном случае, то есть сейчас у нас вторник, четверг и суббота получаются только такие дни, когда мы можем себе позволить делать прививки. Поэтому еще могу сказать, что эта прививка Соби-грипп, она очень хорошо с другими неживыми вакцинами, возможно ее сделать. Поэтому мы будем предлагать и делать плановые прививки, которые от основных заболеваний проходят. И непосредственно, если это позволяет возможность, то прививать и от гриппа. Многие родители считают, что она влияет как-то на развитие ребенка. Но это на самом деле не так. Здесь очень сложно сказать, потому что в большинстве случаев информация влияет на развитие ребенка за счет развития родителей. Чем больше негативной информации, которая сейчас получается в последнее время по поводу медицины, по поводу вакцин, по поводу лекарств и всего остального, то здесь возникает вопрос, что никто не знает, что на самом деле происходит. То есть одни говорят одно, другие говорят другое. Здесь всегда выбор все равно за родителем, потому что они отвечают за своих детей, пока они несовершеннолетние. И мы прививаем, забыл вам сказать, что с шестимесячного возраста. То есть здесь года не имеют значения, а вот именно с шестимесячного возраста уже разрешена прививка. И она не первый год это все делается. Поэтому здесь выбор за родителями. Но я призываю к тому, что надо своего ребенка, своего чада, свою любимушку защитить в том плане хотя бы от той инфекции, которую мы знаем и которую мы можем предотвратить. А от ОРВИИ она поможет? ОРВИИ это немножко другой образ. То есть ОРВИИ это собирательное. То есть это и риновирусная, и разные другие вирусные инфекции, да, то есть аденовирусы. То есть все это можно объединить в одну группу, острореспираторно-вирусная инфекция, так же как острореспираторное заболевание, да. То есть это слагательное, скажем так, понятие. Потому что мы на все инфекции не сможем сделать тесты, да, и определить это и нет. Потому что это экономически, во-первых, невыгодно, во-вторых, ну и смысла в этом никакого нет. То есть риноинфекция, как говорят, 7 дней лечи или через неделю она сама пройдет. То есть поэтому она не защищает, но грипп ведь это тоже ОРВИИ. Поэтому здесь выборы, я говорю, надо делать все-таки в пользу своего ребенка. Чем опасен грипп, если перенести его на ногах? Многие же пренебрегают, да, там вот есть кашель небольшой, насморк, можно идти на работу. Таблеточку выпили и пошли дальше. Последствия сложные? Последствия, да, ну, во-первых, с гриппом сложно, наверное, выйти на работу. Если рассматривать типичную клиническую картину гриппа, это очень высокая температура, это слабость, это головная боль. И человеку достаточно сложно в таком состоянии выйти с температурой 39, выйти на работу. А осложнение может быть массой, может быть осложнение и на сердце, может быть осложнение в виде пневмонии и множества других, вплоть до присоединения бактериальной инфекции в том числе. То есть вариантов множество. Кстати, наши дети часто болеют пневмонией. Почему? Это сказывается климат северный? В большинстве случаев да. То есть отсутствие формирования здорового образа жизни, по своей сути, здесь его практически невозможно. Если мы можем порекомендовать зарядку, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, это хорошо. Но мы не можем исключить экологию, это раз, и не можем исключить те продукты, которые имеются в наших магазинах, это два. То есть большая составляющая здорового образа жизни у нас теряется. Поэтому здесь часто дети болеют, но смотря какие еще и сроки, да, то есть если они поступают в детский садик, если это возраст двух до пяти лет. А это как раз начало формирования иммунитета, то есть когда они приходят, начинают взаимодействовать друг с другом и формируют свой иммунитет. Мы только вакцинами можем им помочь сформировать это без каких-то либо освожнений в большинстве случаев для самого ребенка. Сделали прививку, то есть он уже как бы на хотя бы 99% защищен от такого заболевания, как грипп, да. Сделали против полимеолита, защищен от полимеолита. Как повысить иммунитет? Что нужно сделать? Здоровый образ жизни, правильное питание. То есть чипсы не надо исключить, кока-колу, газированные напитки? Это вообще надо на законном уровне, ну практически на законе Российской Федерации вписать, что те продукты, которые вызывают вещи, несвойственны какому-то. У нас же запрещают алкоголь до 18 лет, да, с курением сейчас борются непосредственно. Только продают с 18 лет, есть какой-то ценз, хотя его надо, ну скажем так, продлить или как-то это все-таки немножко минимизировать для другого населения, которое все-таки злоупотребляет и все. Потому что исключить полностью нельзя, тогда пойдет уже другой контекст. Это будет, ну, как в 85-м году, в 90-е годы, да, когда не было производства качественного. Возникает производство некачественное. И, соответственно, уровень отравления уже растет в другом плане. Вот, поэтому здесь, скажем так, что я могу сказать? Родители надо, чтобы они заставляли делать зарядку, правильно кормили своих детей, чередовали... Сами правильно питались, у нас много людей, с сожалению. Чередовали, да, сон и отдых, убирали компьютеры, которые сейчас сказываются очень сильно на интеллекте в первую очередь, но во втором на физическую. То есть, если он играет, а не подтягивается, а не приседает, извините меня, мышечная масса не растет, мышечная масса не тренируется, иммунитет совершенно нет. Много таких детей в Ненецком округе? Ну, скажем так, я не буду говорить за всех, но, по крайней мере, вот по своему участку, в большинстве случаев, да, имеет место то, что у нас отсутствует такое понятие, как здоровый образ жизни и формирование здорового образа жизни у своих детей. У нас много и взрослых с повышенным весом? Ну, достаточно. Ну, это, скорее всего, связано, ну, как с питанием, то есть у нас, ну, преобладает, наверное, углеводное в основном питание, жирная пища, там, мясо у нас, ну, достаточно дорого покупать овощи, фрукты, хотя вот сейчас летом они, конечно, доступны. Ожирение, оно, конечно, играет свою роль и с точки зрения иммунитета в том числе. Ну, и вообще ожирение – это масса сопутствующих заболеваний, которые способствуют развитию осложнений гриппа в том числе. В последнее время очень много выявляют сахарного диабета у людей. Вот это с чем связано? Это как раз связано с повышенным весом чаще всего. Это и наследственность, конечно, но и повышенный вес. У нас действительно очень много людей с ожирением, с высоким индексом массы тела. И если они не склонны, скажем так, несмотря на множественные рекомендации врачей, да, на множество информации по этому поводу, не склонны снижать вес, то, конечно, риск развития диабета значительно растет. Чем грипп отличается от ковида? Вот симптомы же практически одинаковые. Ну, это начало заболевания одинаковое. Скажем так, развитие заболевания, конечно, разное. То есть ковидная инфекция – это чаще всего тяжелая пневмония, и очень часто она развивается, эта пневмония. Пневмония, которая, ну, она и генезом, и последствиями отличается все-таки от гриппозной пневмонии. Но это не значит, что грипп менее, там, не так опасен, скажем так. Но если с гриппом мы столкнулись давно, и человечество, в принципе, знает, как с ним бороться, да, и прививки, и лекарства есть, то с ковидом все сложнее. Эта инфекция возникла недавно, она еще все-таки не настолько изучена, да, и вакцинации от нее нет. И для пожилых, вот, как я смотрю по своему опыту, да, работа из ковидной инфекции, с гриппом все-таки последствий больше. Для пожилых и для лиц вообще с высоким риском. Понятно, что в детской поликлинике нам расскажут, какие нужно ставить прививки ребенку. Взрослые часто этим пренебрегают. Даже я, когда прихожу, мне говорят, вот вы там не сделали в таком-то году прививки. Как узнать-то, где можно посмотреть, да, какие и когда? Вообще, при любом обращении к своему терапевту, к участковому, к тому доктору, который вами занимается, который вас ведет, который вас наблюдает, доктор обязательно смотрит амбулаторную карту, там есть данные по прививкам. То есть, если вы обратились к врачу, к терапевту, он вас обязательно проинформирует о том, что, о том, каких прививок, согласно календарю, у вас не хватает, что вам нужно сделать. Ну, а про грипп ежегодно. Прививка должна быть ежегодной. Потому что иммунитет в течение года все равно будет снижаться. И штамм, в конце концов, может поменяться. То есть, к следующему году актуальная прививка может быть немножко иной по составу. По поводу осложнений, по детству сказали, по взрослым. Значит, осложнение у прививки, как таковых, аллергические реакции, но они встречаются нечасто. И она противопоказана лицам с аллергией на яичный белок. То есть, это вакцина, выращенная на куриных эмбрионах. Если у вас есть, грубо говоря, аллергия на яйца, то эта прививка противопоказана. И побочный эффект у нее может быть такой, как и небольшая болезнь в смесье вкола, покраснение небольшое. Может быть легкое недомогание, повышение температуры до субфибрильных цифр до 37. Может быть легкий насморк. То все эти проявления проходят в течение одного-два дней. Поэтому, когда вас пугают, вот я сделал прививку и заболел, либо человек был не совсем здоров, когда он шел на эту прививку, либо недавно переболел и рано пришел ее делать. То есть, чаще всего прививка проходит безболезненно и бессимптомно. Какие еще прививки нужно сделать в осенний период? То есть, пока только от гриппа? Пока только от гриппа существует еще прививка от пневмонии, от пневмококковой инфекции. Ее не в осенний период? Нет, она делает достаточно длительный период. Ее делают не в осенний период, а в любое время. В осенний период делают у взрослых только грипп. Остальные прививки по календарю. Если вам выпала прививка от дифтерии, что вы ее делали 10 лет назад именно осенью, значит, вам нужно сделать ее осенью. спустя 10 лет. А так конкретно, что в осенне-зимний период что-то кроме гриппа пока нет. Видимо, может быть ковид будет. Если сделаешь прививку от гриппа, это не значит, что ты вообще не заболеешь в течение года? Ну, я считаю, что прививка от гриппа, она немножко как подстегивает иммунитет, немножко делает его напряженным. То есть, если ты сделал прививку от гриппа, у тебя существует напряженный иммунитет против гриппа. Но и реакция на другие вирусные инфекции, она будет более быстрее, будет, может быть, менее выраженной. Я считаю, что прививка от гриппа на моем опыте работает и в эту сторону. Я мама троих детей, троих мальчиков и мужа, и детей я прививаю ежегодно. И, слава Богу, мои дети практически не сидят на больничной. Виктор, скоро дети пойдут в школу. Как их подготовить, чтобы все прошло хорошо и не было никаких заболеваний? Ну, если честно, все уже подготовка закончилась, потому что до школы осталось, извините меня, три дня, да, и на четвертую уже надо идти. Они все отдохнули, мы по возможности их отправляли куда, родители сами их возили. То есть, процесс оздоровления, он опять же, к здоровому образу жизни. То есть, все равно, у нас здесь моря нет, солнце у нас немножко более агрессивное. Кислород тоже у нас. Кислород, да, уровень кислорода здесь очень низковатый. Перемены вот этого атмосферного давления, извините, они тоже сказываются на растущий организм не в хорошую сторону, не в лучшую. Поэтому здесь вывезли детей хотя бы в среднюю полосу. Это они уже подготовили иммунитет. В средней полосе что там есть? Яблочки, грушки, фрукты, овощи. То есть, там то, что здесь у нас стоит, в два раза дешевле у них. Поэтому они их накормили. И к вопросу о том, что к сахарному диабету, ожирению и ко всему остальному. Дорогие мамы, не кормите своих детей вкусняшками. Какими именно? Кока-колой, чипсами? Да, вкусняшки это чупа-чупсы, какие-то конфетки. Как детей отучить? Вот у меня у самой трое детей, они все время просят маму, купи там Кока-колу, зайди в магазин. Их не надо было приучать. Не приучали. Ну, дело, дело, даже, мне кажется, не в приучении для... У меня дети тоже любят сладкое. Я думаю, это как любой ребенок. Просто у нас это, например, как поощрение. То есть, там, может быть, немножко к чаю чего-то. Ну, почему не купить ребенку чупа-чупс? Просто это может быть не в таком количестве. Не каждый день. Да, то есть, понятно, что лишить ребенка сладкого совсем, сказать, нет, это вредно, тебе не будет. Он будет смотреть на других детей, завидовать и когда-нибудь просто там пойдет и сам на свои, да, там, карманные деньги, которые даны на обед, он пойдет себе как раз и купит этот чупа-чупс. Нет, это просто как поощрение. Но есть всегда, и если ребенок просит, почему бы и нет? Ну, просто это нечасто. Часто наблюдаю в магазинах, что дети покупают эту газировку, да. Особенно Кока-колу, Пепси-колу. У нас тоже в студии был поисковый отряд, который говорил, что мы находили патроны со времен Великой Отечественной войны, и мы не могли очистить ржавчиной. И они как раз замачивали в стакан с Кока-Колой, и вся ржавчина сходила. Вот это же страшно подумать, что происходит с желудком. В детском. В детском особенно. Так и во взрослом. Ну, если это, там, один стакан Кока-Колы, то ничего страшного не будет. Это просто очень сладкий напиток. Но если пить ее литрами, конечно, будет гастрит и обострение в том числе и со стороны. И ненаголодный желудок. Да, и ненаголодный желудок просто там нужно. Правда ли, чтобы быть здоровым, нужно пить много воды? Потому что все остальные, ну, это напитки, да, считается, так жизненно важно. Вот вы, как детский врач, что скажете? Потому что некоторые детей не приучают. Нет, вы смотрите, то есть у любого ребенка, у любого человека, то есть есть определенная физпотребность в какой-то определенной жидкости, да? Определенную жидкость выбирают родители. Я бы на месте, вот, ну, я тоже отец трех детей, да? Я, скажем так, то есть совершенно спокойно, тоже три мальчика. С общества многодельных, пожалуйста. Не, но они уже большие. Вот, поэтому, то есть здесь приучать главное к воде. Потому что вода, мы всегда можем ее найти где-либо, да? Либо очистить, если это где-то на природе, либо же с собой купить, то есть это намного дешевле, чем покупать Кока-Колу. Вот, и приучать ребенка надо к питью. То есть есть определенные, скажем так, нормы. Сколько должен потреблять человек жидкости? Все зависит от массы, от возраста, от его роста. То есть это все можно спросить у своего, либо участкового педиатра. Ну, у взрослого человека обычно, да, это где-то в районе, скажем так, 2-2,5 литров жидкости. Опять же, есть, встречаются индивидуальные особенности. Но здесь критерии еще и по физпотребности. Это заключается в том, что мы оцениваем, как ребенок себя чувствует. Ну, вот мы в педиатрической службе, как бы оцениваем общий анализ мочи. У нас определенные критерии есть по времени, когда мы это все берем, да? И смотрим, то есть там есть какие-то проблемы, нет, концентрировано, неконцентрировано. То есть есть, ну, определенные, много критериев, которые показатель того, что хватает ребенку жидкости или нет. Но все равно, если он, допустим, болеет и все остальное, то есть, а ребенок уже приучен пить жидкость, здесь мы его снова заставляем пить, и течение болезни-то становится намного лучше. То есть, если даже посмотреть вот всех любимых докторов, Комаровских, да, там еще кого-то, которые вещают на всю страну и на весь мир практически, они же все говорят. То есть, начало лечения какое? Обильное питье. Поэтому здесь ребенка при любом раскладе, вот это мое личное мнение, что надо приучать к питью. И питью именно воды. То есть, можно что-то менять вкус, да, там, компоты, кисели, но опять же, наши русские бабушки любят варить так, что там, как говорится, и ложка стоит, да, то есть там большой концентрат. И никому не секрет, что при любой термической обработке уровень той же аскорбинки, витамина С, которую все очень любят и думают, что он помогает стимулировать иммунитет, там, против болезни. То есть, он не против болезни борется, особенно если их отваривают в компотах, во всяких вот этих непонятных, что они там делают. Я даже не знаю, как это обозвать, да, потому что это такой большой концентрат, ядовито-красный, то клюква, то брусника, то еще что-то. То есть, здесь мы просто меняем вкус воды и приучаем ребенка к другому вкусу. Ведь есть же люди, которые любят солененькое, и любят кисленькое, и любят сваденькое. Опять же, сваденькое не то, что там надо 10 килограмм на 1 литр воды, а что-то более, как бы, скажем так, рациональное. То есть, мы просто ягодами и всем остальным, когда их варим, там все действующие вещества практически идут на 40% ниже. Но мы заставляем ребенка пить. Если он не пьет обычную воду, поэтому мы уже экспериментируем с компотами и со всеми остальными вещами, которые на кухне. Также к вопросу о том, что вкусняшки. Чупа-чупс, без чупа-чупса, скажем так, никому плохо-то не было. То есть, кроме как истерики детской, мы больше ничего не получим. Ну, не съел он чупа-чупс, ничего страшного с ним не прослучилось. Просто у нас хорошие традиции поморья, скажем так, с севера, они же делали из тех же ягод, еще что-то. То есть, вкусняшки. То есть, раньше же ведь не было ничего. Петушки были на палочке, на спичечной. И совершенно спокойно. Также, как самое лучшее средство, отхаркивающее. А не на всяких, доктор Мом, еще что-то. То есть, петушок, вот, жареный сахар. Очень хорошо. Формочки до сих пор у некоторых семей, я тут, когда езжу по вызовам, смотрю, вижу. А что ее сделать? Сахар растворил, залил, дал ребенку. Та же вкусняшка. Просто снижается вопрос в том, что то, что вы предлагаете, это просто сахар. А то, что предлагает чупа-чупс, почитайте на этикетке, что там. А если вы забьете в гугл или еще что-то, вы помните, что некоторые используются для очистки, как вот Кока-Кола, да, то есть, чайники я Кока-Колой чищу, да, в принципе, очень хорошо помогает эта ржавчина. Ну, надо действительно запрещать уже, наверное, законодательно. Надо просто уметь готовить. То есть, раньше ведь не было никаких вот этих фастфудов, еще что-то. Ну, мамы ведь как-то выкручивались, наши бабушки, да, прабабушки. И меньше ведь было заболевание желудка, вообще раками. Ну, щи, каша, пища наша, это ведь, ну, поговорки-то ведь, они ведь не выдуманы ни с потолка, да, ни там, ни ожигов, ни кто-то еще там ездил, специально их собирал, да, то есть, это народная мудрость. То есть, люди просто в социуме перестали готовить. Ну, им нужно работать, им нужно садик, еще что-то, да, то есть, ритм жизни стал быстрее. То есть, мы забыли элементарные рецепты, которые, ну, здесь лишних полчаса надо уделить времени приготовки, да, ну, и плюс полчаса это все убрать, потому что это очень энергозатратно и грязно. Вот. Ну, этого иногда, вот этого часа и нету для того, чтобы накормить вкусняшкой. Ну, мне кажется, в последнее время все-таки актуально здоровый образ жизни, сейчас это входит в моду, сейчас это всячески популяризируется, поддерживается, и я смотрю на людей, там, нашего возраста, младшего, они как раз те люди, которые занимаются спортом, те, которые готовят правильно, которые читают, там, про эти, про продержи прививки, про правильное питание детей, про закаливание, знают, что такое микромоторик, что такое макромоторик. То есть, сейчас как раз это время, когда немножко так ломается вот этот стереотип, что все мы не хотим готовить и так далее, мне кажется, сейчас все равно большинство мам, они стараются заботиться о своих детях, и как раз сейчас уже нет такого, чтобы мамы, там, покупали килограммами чипсы, там, еще что-то. Мне кажется, сейчас это уже не настолько актуально. Нет, есть, конечно, и такие семьи, но я думаю, что все-таки сейчас их уже меньше процентов. Больше процентов подростков, потому что тот вот приближуток времени, который вот мы потеряли, да, по здоровому образу жизни, это как раз пришелся вот сейчас на подростковый возраст. Потому что они потребляют, вот они больше всего потребители. Даже когда был введен масочный режим, ограничения, то есть вот всегда видишь, у любого магазина находится группа подростков, потому что школы нету, да, потому что они все интерактивно учатся. И чего они делают? Чипсы? Кока-кола? Или всякие вот эти докторы Пепперы, или еще что-то, то есть я даже не знаю состав этого. Мои дети знают, что это вредно. То есть они иногда, я не говорю, что они никогда этого не едят. Нет, иногда это случается, но они знают, что много вредно, и там, если им там раз в три месяца купили какие-то чипсы, они их поели, ну, какого-то такого рвения, чтобы они каждый день бежали в магазин и просили, и их в принципе нет. Тут ведь вопрос, наверное, в том, что ребенку нужно объяснять, рассказывать. Конечно. Но это не называется процесс обучения. Все будет понятно. То есть у меня, если ребенок знает, что зубы выпадут от этого, то он, в принципе, будет беречь, там, вот полоскать. Кстати, у зубов мало ведь кальция, да, у современных детей? Да здесь дело не в кальции. Опять же, в образе питания, вот эти быстрые углеводы, они ведь не только подживудочную портят, сахарный диабет, да. И зубы, да? Я мало, я знаю, не знаю. Откладывание жира в нетипичных местах, да. Тем более, ну, скажем так, все ее и все остальное, которые стабилизаторы, эмульгаторы, они все-таки, скажем так, откладывают на гормональный фон подростка, ребенка которого растущего. И поэтому иногда вот, ну, смотришь и не можешь понять, то ли мальчик, то ли девочка, да, по-жировому, если со спины. Поэтому здесь, я так против вот этих всех продуктов питания. Поэтому здесь вот... Ну, они в любом случае их видят. И взрослые же сами, ведь мы служим примером. То есть то, что мы едим, то если я, например, сама не ем, или ем, но крайне редко, такие, они будут, это какое-то есть. Но видишь, что мама-то редко себе покупает, значит, мне это чаще тоже не купят и не стоит, наверное. Один раз в месяц ничего страшного. Да и вообще-то, мне кажется, со временем проходит. Все мы, наверное, в детстве думали, вот я вырасту, буду себе покупать 100 шоколадок, и буду есть один шоколадок. Слава посмотришь. Нет, если такого не было. Ну, заходишь в магазин и смотришь. Нет, ну, все же мы мечтали, что мы когда-нибудь вырастим и будем себе покупать столько шоколадок, сколько мы хотим. Было же, было. Потом, когда мы выросли, это прошло. У меня нет. А у меня, да. У меня нет. У тебя любовь, наверное, тоже. У меня было такое. В завершении нашей программы какие рекомендации дадите, ну, кратко, и детям, и взрослым, чтобы сохранить здоровье, особенно вот сейчас осенний период начнется, дожди, перепады температуры? Ну, во-первых, это режим обязательный, сон, отдых, работа, отдых. Нужно, скажем так, найти тот баланс, который не подорвет ваше здоровье. Это правильное питание. Не забывайте, что обязательно должны быть овощи, фрукты, должны быть витамины. То есть, вообще, я рекомендую витамины как минимум два курса в год. Это осенью и весной. Я считаю, что как профилактика ОРЗ прекрасно работает закаливание. И информации по закаливанию тоже очень много. И люди, которые уделяют этому время, интересуются, они болеют гораздо реже. Во-вторых, ну, в-третьих, это здоровый образ жизни. Это не только питание и закаливание, да, это еще и спорт. То есть, самые типичные, самые банальные рекомендации. Никто ничего не поменял, нового ничего не придумал. Такой таблетки, которую вы выпьете и навсегда останетесь здоровыми, нет и никогда не будет. Ну, про детей просто добавлю. Тут все сказано практически. Гулять. Свежий воздух. Если есть возможность, да, то есть в леса. Спасибо большое. Будем следовать вашим рекомендациям. Много и для себя подчеркнуло. Я думаю, что телезрители тоже. Спасибо большое. Приходите к нам в гости как можно чаще. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о том, как сохранить здоровье. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»